Дорожная безопасность На протяжении всего учебного года мы рассказываем детям о правилах дорожного движения, посещаем детские сады, ну и в общем-то в школе, как сегодня, например. О правилах безопасности только в игровой форме. Сказочные герои еще раз напомнили школьникам о том, как важно быть заметным на дороге в темное время суток. А сотрудники Одинцовской госавтоинспекции вручили им светоотражающие аксессуары и памятки для закрепления пройденного материала. Детям, которые пошли в первый класс, необходимо сейчас знание именно про переходе проезжей части, напомнить им после их отдыха летнего, то, что они попадают на проезжую часть, то, что на дороге светофорные объекты, как они работают, где можно переходить проезжую часть, где нельзя переходить проезжую часть. Я узнала, что нельзя переходить улицу по проезжей части. А ты раньше так делала? В рамках единого дня детской дорожной безопасности в образовательных учреждениях Подмосковья прошли классные часы. Игровые программы, интерактивы. Цель одна – приявить подрастающему поколению навыки безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Чтобы все участники дорожного движения чувствовали себя в безопасности, важно соблюдать правила дорожного движения и рассказывать об этом детям с ранних лет. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.